МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите «Персональный акцент». Не знаю, как для наших зрителей, но для меня лично каждая такая программа, как короткая остановка между прошлым и будущим. Еще хочется осмыслить, что произошло буквально недавно, но еще сильнее узнать, что же ждет нас с вами завтра. Понимание завтрашнего дня основано на глубоком понимании дня вчерашнего. Сегодняшнюю короткую остановку между прошлым и будущим мы совершим вместе с гостем программы директором Института безопасности Валерием Осталеповым. Здравствуйте! Приветствую вас! Ну, мир меняется, и это понятно. И все же, референдум в Каталонии. Вот я решил с этой темы с вами начать беседу. Так яростно не принимаемый референдум испанскими властями. И вот в статье 2 договора о Евросоюзе говорится, что союз основан на уважении человеческого достоинства. Достоинства свободы, демократии, равенства правового государства и соблюдении прав человека, включая нацменьшинство. Но по факту, что мы видим? И у меня есть своя версия на этот счет, но хотелось бы выслушать вашу. Сейчас в мире происходит одновременно несколько событий, и все они не совсем оптимистичны для очень важного игрока для Соединенных Штатов Америки. Во-первых, это полнейший провал. И мы все это можем видеть и понимать, незачем ходить сейчас в детали в Сирии. Все планы, все то, что хотелось, ОСАД должен уйти и другие планы, которые были по отношению к этому региону, это тактический, стратегический проигрыш. Это теперь уже очевидно. Все прекрасно это понимают. Одновременно мы, кстати, с вами говорили, когда последний раз встречались, я подчеркивал, что отношения между США и Евросоюзом в экономическом плане очень далеки не только от гармонии, а плавно будут перетекать в зону конфликтности. Чтобы они там не рассказывали и дипломатически не прикрывали, существует реальный конфликт экономических интересов между США и Евросоюзом. Поэтому раз вы задали такой прямой вопрос, я не вижу смысла особо много дипломатичных выражений, я скажу цинично, так как я считаю, что за событиями, которые сейчас происходят в мире, а помимо каталонского вопроса, в ближайшее время, в течение месяца, будет еще один. Я, к сожалению, по определенным причинам сегодня это не буду называть, но мы очень быстро поймем, о чем идет речь. Во-первых, это отвлечение внимания от огромного проигрыша. Кстати, вопрос из Северной Кореи, это примерно из той же области. Это тоже проигрыш в США. Совершенно понятно, что ничего там не произойдет. Но это тоже своеобразное отвлечение внимания от региона, где они потерпели крах. И второе, помимо отвлечения внимания, потому что все равно весь мир начинает присматриваться к ним вопросам, обсуждать. Видите, уже поменьше смотрят на происходящее. Сейчас, я думаю, к Сирии мы вернемся, потому что визит саудовского короля в Москву и закупка оружия на почти что 3 миллиарда, это тоже вопрос, который имеет смысл обсудить, чтобы понимать, что происходит в мире. И поэтому каталонский вопрос, а также еще кое-что, что случится именно в Европе в ближайшее время. Все это две цели. Отключение внимания, раз, от проигрыша. И второе, на самом деле, конфликтность между США и ЕС по экономическим вопросам толкает или движет к необходимости, чтобы Евросоюз понимал, что у него есть и другие вопросы, помимо экономических. Вот это и происходит. То есть вы считаете, что это месть США, Евросоюза, за то, что они подписали тогда трансаталитическое договор? Я бы не назвал это местью, во-первых. Во-вторых, это не совсем, с моей точки зрения, правильное слово. Я имею в виду, что это ослабевающий ЕС процесс, потому что они сейчас вынуждены собираться, решать, выглядеть не совсем понятно, потому что мы же понимаем, что принципы после того, что они творили за последние 15 лет, уже вообще ничего не поймешь. После Косово какие принципы главные, какие соблюдать, какие нет и так далее. Да и Испания – это не единственное место, где есть такие вопросы. Поэтому, чтобы не громогласно, это довольно такое жесткое обвинение было бы в США, что они прямо стоят реально за организацией. Этого не говорил. Но нужно понимать, что это все происходящее сильно ослабляет и ЕС, и его интересы. Ну а кому это выгодно? Можно сказать, что Путину. Я в кавычках говорю, как привыкли каждый раз, что везде Путин. Совсем эти русские. Да, можно это сказать. Если не хакеры, то политики. Да, но, конечно, это далеко от этого. Но вот то, что так жестко испанская полиция относилась к тем, кто шел голосовать референдуме, вот эта жесткая реакция власти, она продиктована исключительно желанием испанских властей или есть внешний дирижер? Нет, совершенно не готовы испанские власти. И это очевидно. Ведь этот вопрос, он много лет уже существует, но никто не был готов к такому масштабу. И в том числе я нисколько не умоляю права людей из этого региона выражать свое мнение по любому вопросу. Это, так сказать, не совсем мое дело. Но в то же время, за столько лет впервые мы видим такую организацию, такую масштабность и такое привлечение внимания со стороны прессы. Это тоже мне ли вам рассказывать, что это тоже на нормальном месте не случается. И если мы увидим еще в одном месте повторение такого же сценария, то тогда мне будет проще ответить на ваш вопрос уже открыто. Сейчас я вынужден более внимательно это формулировать, но для меня это очевидно, что это далеко не европейские процессы и далеко не вдруг после стольких лет так этому региону стало прямо сейчас необходимо, что аж горит. Тем более, что несложно было прочитать, чем это закончится. А во-вторых, ясно, что власти, центральные власти королевства, Испании, они не знают, что с этим делать. Отсюда и эта жесткость, отсюда так поступают люди, которые не готовы, получили определенную проблему. И они вынуждены быстро с ней справляться, что произошло весьма непрофессионально. Мне кажется, усилий или интерес к референдуму, если кто-то не хотел, ну или думал, что пусть за меня кто-то проголосует, само собой решится, то в такой вот драке уже хочется поучаствовать, будучи, так сказать, представителем южной национальности с горячей кровью. Да, тем более, что Евросоюз сейчас помимо своих экономических проблем, он занят у нас Брекситом, теперь он занят еще проблемами на юге, он занят Украиной, он занят беженцами. Можно в этой череде вопросов узнать, где там развитие экономических интересов и экспансии. Я специально не назвал проблему, которая создана с Россией. Видите, что там есть такой клубок, не знаю, то ли европейцы, то ли Брюссель, то ли руководство этих стран так отупели, что, значит, из проблемы в проблему. Или есть кто-то более умный? Ну, может быть. Пазл. Если вы поняли, что я имею в виду. Я понял, да. Ближневосточный пазл, который сегодня складывается вот при, так сказать, совместных действиях вот России, в данном случае Саудовской Аравии. Ведь визит короля Саудовской Аравии – это, ну, крайне заметное действие. В Москву приехал руководитель практически региона, человек, чье решение оказывает влияние на судьбы государств. Принимаются какие-то решения. И в данной ситуации, ну, кто-то по-разному, каждый по-разному, в общем-то, оценивает. Кто-то говорит, это действительно ослабление позиций США. Кто-то говорит, что наоборот, Саудовская Аравия пытается вот в этой ситуации каким-то образом что-то выторговать себе перед США. Вот ваше видение. В какую страну совершил свой первый визит в качестве президента Трамп? Именно в Саудовской Аравии. Чем запомнился, вот, чем именно запомнился его визит и что именно… Составил купить оружие. Да. Но весьма приличную сумму. Этим он всем запомнился. Для наших телезрителей хочу отметить, что Саудовская Аравия – это стратегический партнер США в этом регионе, да и почти что в мире. Одновременно далеко не являясь эталоном демократии, все это прекрасно понимают. Ну, США-то меньше забудьте о том, что удается там оружием и другими вопросами заниматься, поэтому права человека когда-нибудь потом. В ситуации с Сирией Саудовская Аравия была одним из главных игроков и совершенно всем известно, что против осада. И, соответственно, на совершенно другой позиции, нежели была российская. Это визит, который не просто сейчас произошел, а еще и заканчивается предварительной договоренностью закупок у России установок С-400 примерно на 300 миллионов. Просто вкратце для наших телезрителей это ракета средней дальности примерно на 400 километров. Вы не спрашивайте, но я скажу. Для тех, кто интересуется международной политикой, конфликтами, прошу начинать обращать внимание на то, что сейчас будет происходить с Ираном и вокруг Ирана. Это та следующая страница, которая нас всех будет заботить в этих студиях еще долгое время. Трамп заявил о том, что он не согласен с ядерной программой. Ну, он уже много чего заявляет. Он недавно заявил своим военным, что в ближайшее время нас всех ждет буря. И это он заявляет военным, которые тоже поинтересовались в смысле буря. Он сказал, вы посмотрите. То есть он своим военным говорит, что вы посмотрите насчет бури в мире. И я основываю это не на его заявлениях. Просто после Сирии, которая выстояла, понятно, судьба ИГИЛа. Ясно, что Сирия будет уже долгое время в определенном фарватере и российских интересов в том числе. Это уже совершенно очевидно. Но объективный враг Саудовской Аравии в этом регионе это Иран. И когда начинаются эти пляски с закупкой оружия, вначале у США, а потом у России, это серьезные установки совершенно, у нас такие огромные суммы. И одновременно, когда происходят те заявления, вы дали только часть. В последнее время США вообще начинают говорить о выходе из договоренности с Ираном, который заключал в свое время Обама. Там начинается традиционная свистопляска. Я бы еще кое-какие элементы мог сегодня в вашей передаче раскрыть о том, что в последнее время поставки оружия, патронов и все, что касается милитаризации этого региона, все идет в два направления. Иран и Саудовской Аравии. Как в известной повести, если на стене первом акте ружье, зачем туда столько оружия, и в какую сторону будут направлены те же С-400. Это понятно. Понимаем. Ну, перенесем со снова в Европу. В Европарламенте было обсуждение относительно того, что происходит сегодня в Молдове. Я так понимаю, что евродепутаты, европарламентари определили главные проблемы сегодняшней нашей страны. И причем это не бедность, не коррупция, не украденные, выведенные из банковской системы миллиард, а это изменившиеся правила избирательной системы. То есть то, что мы изменили систему голосования, теперь смешанная избирательная система. И вот насколько это все-таки верно правильный акцент, который себе европейцы поставили, рассматривая ситуацию в нашей стране. Насколько все принципиально так важно, как будем выбирать следующий свой парламент, законодателей, может быть стоит вернуться к какой-то экономической составляющей. Потому что ведь мы, приблизившись к европейскому сообществу, после подписания соглашения об ассоциации, мне кажется, страна пострадавшая. Оставим пока что на несколько секунд в сторону вопрос мнения их, моего или вашего по поводу этих изменений в кодексе, а спросим себя вообще роль наших европейских, западных партнеров в принципе за последние 7-8 лет в развитии Молдавии в той точке зрения, которую они продвигали. Я много раз об этом говорил. Могут ли они быть для нас моральным лидером, авторитетом? Если они приезжают к нам в аэропорт и говорят, какими должны быть коалиции. Это было несколько раз. Это было в 2013 году, это было в 2014 году. Так везут себя люди, которые понимают, что они авторитетные. Да, но если честно, так себя ведут с папуасами, если вот прямо откровенно. В Евросоюзе не принято, например, чтобы депутаты из Франции приезжали в Бельгию и говорили, у вас в Бельгии должна быть только эта коалиция. Причем открытым текстом, я же не передергиваю, не приезжали, говорили, коалиция должна состоять из раз, два, три и так далее. Другое дело, это отдельный разговор, что мы на самом деле позволяем это, и для чего, и почему. Но, но они же считаются старшим братом, они нас учат демократии. Какой же демократии вы нас учите, если вы первые ее нарушаете? И даже не двойные, не тройные стандарты, если вы в кавычках учите нас. Что такое российская пропаганда, что нам смотреть, что нет. Какие у нас должны быть президенты, премьер-министры и коалиции. Единственный путь, который только возможно, какой нам не нужен. Давать нам постоянные советы, которыми сами не следуют. Вот я привел эти премьеры, расставлять свои флаги на всех зданиях, но при этом в стране происходит такая анархия и такой хаос. Но они же за это не несут ответственность. Во всяком случае, я лично не слышал никогда заявления от европарламентариев тех же, чтобы сказали, ребята, на всех зданиях у Молдавии с 2009 года висят наши флаги. Значит, все, что там творится, в том числе, это и наша ответственность. Ведь это логично. Снимите флаги, мы не несем ответственность. Нет, ну это логично, потому что многие, я знаю, что пытаются недооценивать эту ситуацию. Они хотят и вашим, и нашим, и с поем, и с пляшем. Мол, мы на флаге согласия не давали, потому что в дипломатических кругах это слышно, что ну мы никогда не говорили, ну раз повесили, в принципе это ненормально, потому что вы не член Евросоюза, и даже не кандидат, ну пусть будут. Нет, так не идет. Они прекрасно знают, для чего они висят и как. Но есть и ответственность. Когда ты даешь совет, тем более за деньги, они же нам эти советы дают за деньги. Потому что они говорят, что мы вам, Молдавии, даем помощь, 100 тысяч евро. Потом посылают сюда своих людей, которые получают эти деньги. А должны мы с вами. А рассчитываемся мы? Флаг повесили, долг на нас повесили. Поучить жизнь они нас поучили. Значит, одновременно нам они красивую сказку рассказывают, которая заканчивается отсутствием любого производства. Ничего не двигается. Вот в прямом смысле, где касается экономики, каких-то продвижений, рассказывают какие-то басни про экспорт, который куда-то растет. Но на самом деле достаточно посмотреть вокруг. Вы считаете, что они не знают? Знают они все прекрасно. Все они прекрасно в этом разбираются. Или со всеми историями, которые прошли за прошедшие года. Все они всегда были в курсе. Потому что с моральной точки зрения, я считаю, что они в принципе потеряли право. Я, как всегда, категоричен. Могут со мной не соглашаться. Для меня лично, как для человека, они потеряли моральное право быть тем, кто дает советы, кто там учит. Мы лучше знаем. Ребята, мы вас уже видели много раз, и не только в Молдавии. Вы так насоветовали и Украине, и нам, и в других регионах, что там уже камня на камне не остается. В прямом смысле слова. А то, что идут поставки рабской силы с этих, не без А, а просто рабской силы, значит, вам дешевые и неквалифицированные. Может быть, это и соответствует вашим временным интересам, но это точно не нашим соответствует. Поэтому, когда эти люди, это отдельная тема, кто эти люди, кто там выступает. Масси свои, они почему-то соседи наши из Румынии, которые ссорятся, заметьте, друг с другом. Они даже между собой не могут найти общий язык. Давайте угадаем с двух раз, почему. Потому что они знают плохо ситуацию или, может быть, по другим причинам. Так вот, ссорясь между собой, они начинают нам рассказывать об основных проблемах, которые есть у нашей страны. И я цитирую. Нам надо срочно поддержать Молдавию, а то мы скажем привет. Если не поддержим, то тогда скажем привет России. Вот человек, который говорит эту фразу, я откровенно говорю, что он для меня не то, что безответственный, а он наносит ущерб нам, потому что он ничего не знает про эту страну, реально ничего. И второе, он продолжает, его продолжает беспокоить не экономическая составляющая, не вопросы демографии, не производства, то, что должно было друга интересовать. А его интересует главное, чтобы не сказать привет России. Хотя со временем, когда проходят года, то мы узнаем из разных книг, что именно подобные деятели, как правило, вот они совершенно в других отношениях, в той же России, намного они дружественнее, чем может даже кому-то показаться. Я сейчас говорю об определенных со временем историях, которые носят деконспиративный характер, и все эти люди прекрасно потом оказываются в дружеских отношениях. Я не верю в том, что те, кто разговаривает о Молдавии в Европарламенте, первые, знают ситуацию в нашей стране, и я не верю, что они искренне, и обвиняю их в том, что они политически ангажированы, и они не являются друзьями нашей страны. Соответственно, в общем-то, и ответственность они не хотят разделять за то, что произошло здесь. А какую ответственность они несут за свои слова? Кто-то что-то там ляпнул, кто-то там что-то сказал. Кто из тех, кто приезжал сюда в Вереницы, их были сотни, я преувеличиваю, но десятки министров иностранных дел, вот в эти годы, 10, 11, 12, 13, 14, они убеждали и меня, и вас, что мы с вами дураки, и мы не видим, что вокруг история успеха. Да мы с вами не видели, что история успеха. Когда это все провалилось, где эти люди? Вот чтобы один сказал, я беру на себя ответственность и больше никогда в жизни не позволю говорить глупости, так как не знаю. А как это были не глупости, если человек первый раз в Молдавии приезжает из аэропорта сразу в Криково, там дает пресс-конференцию, уезжает назад и говорит, что у вас история успеха, у вас все отлично. Действительно, какая-то сказка у него произошла в жизни. Да, вот у него, да. И это, видите, со временем, это мода, им нравится. Они где-то полтора года их не было слышно после великого позора, который они сами же здесь устроили. Они, так как память короткая у всех, у молдавского народа в частности, ну вот они как бы реабилитируясь, а сейчас опять поднимают уши и начинают нас опять учить разуму. Я надеюсь, я думаю, что среди ваших телезрителей такая политпропаганда с моей стороны, она бессмысленная. Думаю, нас смотрят люди, разбирающиеся в этом, но все равно я надеюсь, что никто не забыл опыт общения с этими структурами и что они нам в кавычках насоветовали все эти годы. Результат очевиден вокруг. Увы, сегодня еще Молдова живет в таком двусмысленном состоянии, ведь смотрите, власти, как вот вспомните, такой тезис существовал в памяти декабристов, страшно недалеке от народа. Вот и власть сегодня страшно далека от народа, говорит о том, что давайте снова вернемся к теме избирательного права, давайте обсудим влияние России на регион, давайте то, давайте это. Со всем остальным уже разобрались. Да, уже все разобрались. И вот так, чтобы никто им не мешал или ничто им не мешало для развития своих мыслей, слух и не только, понимая, что может произойти после избрания всенародного президента, так сказать, окормсали его полномочия. И причем это ведь не только даже произошло юридически, ведь это фактически происходит какое-то такое кормсание. Я хочу о чем сказать. Был саммит глав государств в организации Министерства нации, где должны были присутствовать, то есть где присутствуют президенты, главы государств, короли и так далее. Но Молдову представлял премьер-министр, где он там, в общем-то, говорил, кстати, в частности и о Приднестровском регионе, о том, что вот молдовские власти сегодня желают, так сказать, изменения формата миротворческой операции, желают вывода российских войск в силу того, что у нас в Конституции прописан строгий нейтралитет, но это не мешает им открывать офисы НАТО здесь. В данном случае, почему-то нейтралитет Молдова никак не упоминается. То есть вот эта двоякость, она ведь тоже не работает в пользу имиджа страны и не работает на какой-то конструктив. Чем закончилась? Ну, давайте подведем такую черту. Сказали, дальше что? Кто мешает? Что нужно дальше делать? От слов к делу не перешли. Ну, а к каким делам? Они что, не знали, что дел никаких быть не может? Надо там что-то сказать. А что скажешь? Ну, о чем? Ну, давайте придумаем опять вечного врага. Самая популярная тема в мире, начиная от выборов США, Германии, Брексита и до Азии, значит, это Путин, Россия. Ну, и мы в конве. Так говорят все те, кто не знает, чем надо заниматься и что надо делать. И самое главное, нет никаких результатов. Сенат США недавно заявил, что хакеры ни при чем во время выборов Трампа. То есть, они уже поставили точку в этой истории. Ну, им можно верить и сегодня, как и в прошлый раз. То есть, они еще 10 раз скажут, что они при чем. Это тема с Приднестровьем. Видите, еще один вопрос, который совершенно несерьезно он обсуждается и в публичной пространстве, и на уровне заинтересованных сторон, и даже государств. Для меня самое проблематичное, это помимо то, что Кишинев ничего не делает серьезного на этом направлении, это то, что мировые игроки сейчас на следующем этапе они настолько застрянут в всех местах, о которых мы сегодня говорили. Следующие такие мягкие проблемы ждут Евросоюз, и в Азии речь идет о Иране. И я искренне надеюсь, что после выборов в Германии госпожа Меркель, сейчас посмотрим, какой там альянс создадут, но я искренне надеюсь, что удастся договориться с Германией и Россией, соответственно, Кишинев, Тирасполь, США, мы будем очень рады их присутствию в виде представительства в ОБСЕ, потому что где США, где мы, не уверены, что прямо они все здесь знают, чтобы еще и они были в это включены. Но со следующего года я надеюсь, что региональные и мировые события уже позволят начать этот диалог. Вот после выборов в России, после, думаю, нового правительства, которое там будет, думаю, что здесь будет позитивизм, должен быть, складываются все предпосылки для того, чтобы говорить уже об объединении. Я надеюсь, все понимают, что это делается не насчет раз, насчет щелк и сразу все случается. Но чтобы это приняло уже внятные очертания и чтобы можно было разговаривать о конкретных вещах, как это выглядит, я думаю, что мы можем на это искренне надеяться, тем более на фоне других конфликтных зон. Очень важно, конечно, понимать, что выборы в следующем году, которые у нас будут осенью, там в конце они должны быть в ноябре, конечно, весь год мы вот уже сейчас ощущаем и видим, что это будет турбулентность. Основные политические игроки, а их я, как вижу, три на данный момент, это социалисты, это демократы. И справа, пока я чисто конвенционально говорю, что это Настаса и Санду, я не знаю, они объединятся или нет, пока сейчас это сложно сказать, но других каких-то фигур проходящих я не вижу. И вот эти три основные силы, конкурирующие, это помимо тех 50 депутатов, с которыми пока совершенно ничего не ясно. Я имею в виду, что не ясно, по какому принципу будут эти округа. Я думаю, там будет много сюрпризов, потому что у нас нет опыта, как это организовывать, будет очень много скандалов, протестов, какие-то, ну в нашем традиционном стиле много эмоций. Выторговывать начнут себе. Да, и вот этот фон вместе взятый, это будет постоянная политическая, тактическая игра. Вот где здесь интересы Молдавии, нас, вами и так далее, никто из государственных учреждений в это время ничего особо уделять не будет. На фоне того, что Евросоюз заявил, во-первых, о том, что финансирование они приостанавливают, во-вторых, какие-то условия, которые я не знаю, как они будут сами ставить, сами мерить, я это реально не совсем понимаю. Потом они между собой там ссорятся. Потом, судя по всему, это не последняя резолюция. Я догадываюсь, как правило. Может подзатянуть вообще этот процесс. Да, совершенно верно. И вот этот год для нас до выборов, он мало что позволит какие-то вопросы, которые интересуют людей, чтобы они на самом деле решались. Это, к сожалению, так. Я не вижу никакого эффекта на наше экономическое состояние, чтобы это. И самое главное, но это слова совершенно впустую. Самое главное, конечно, чтобы политики не забывали при этом, что они, во-первых, временные, во-вторых, они никакие там не особой касты, что они никогда эти должности не покинут. Меня очень сильно смущает присутствие во многих министерских, в принципе, чиновников, когда они о чем-то говорят, если вы заметили, но это заместители Бога на земле. То есть каким образом они нас учат, как важно, чтобы не терять стратегическую нить, движение в космос. О чем они говорят? Мы пытаемся вписать эту стратегическую нить в конституцию. О чем они говорят и как это связано с тем, что мы видим на улице и в селах, вот где эта связь между этими двумя. Я не знаю этот спектакль, сколько они еще в состоянии будут продолжать. Пусть делают свои особенные какие-то рейтинги, пусть они посмотрят на уровень своей поддержки государства, понимают, что они игнорируют, но те, кто игнорируют реальность, и причем постоянно, рано или поздно они должны понимать, чем это заканчивается. Все это очень неприятно, речь о их личных судьбах, речь о нас с вами, еще потерянный год, для меня большая проблема. Но вот эти политические игры, что они будут обрезать друг друга, создавать какие-то там проблемы друг другу, все это для того, чтобы пресса это обсуждала, люди там принимали какой-то ты за правых, ты за левых, это ясно. По делу, кто за дело отвечает. Меня беспокоит, что эти депутаты год остался, так они уже сейчас будут двигаться в сторону, как либо остаться в парламенте, либо кому там перейти, и что сделать. И я не вижу никого, кто собирается отчитываться. Мы были в парламенте три года. Вот что мы уже сделали. Все эти новшества, которыми они нас радуют, повышение цен, новые налоги, сумасшедшие штрафы. Те, кто ездят по молдавским трассам, видят, что охота на любого. Конечно, если с каждой машины этот штраф под тысячу лей и так далее, то можно устраивать. По полной бюджет. Я, кстати, в вашей передаче хочу обратить внимание, что эти машины дорожной полиции, которые разъезжают по трассам с радаром включенным, это незаконно. Они не имеют права измерять скорость, двигаясь навстречу. И они об этом прекрасно знают. Но они это делают. И большинство людей, которые это не знают, естественно, эти штрафы оплачивают. Но вот таких, скажем, популярных вещей, если за счет этого кто-то думает, что будет расти популярность, но это совершенно иначе вызывает, по-моему, другую реакцию. Да, понимаю. Ну вот смотрите, Европа сегодня, в принципе, я сейчас заговорю немного о России, но вернусь к Молдове. В принципе, отталкивает себя Российскую Федерацию, обкладывая санкциями, обиженная на то, что произошло на юге Украины. Тем не менее, вплотную торгуют с Российской Федерацией. Тем не менее, европейские страны, буквально российские рынки готовы разорвать в свою пользу, выталкивая всех оттуда безжалостных, даже своих младших партнеров по ассоциациям с Европейским Союзом. И сегодня мы слышим риторику наших политиков, которые говорят о том, что да, мы должны вписать нить движения в космос в Конституцию Республики Молдова. Я имею в виду, евроинтеграцию прописать навсегда. И одновременно с этим есть понимание того, что экономику развивать, пытаясь экспортировать в страны Евросоюза, невозможно. Нет, недостаточно квот, недостаточно спроса на то, что мы еще можем производить, а точнее выращивать. И понятно, что опять же все смотрят куда? На восток, там, где наша продукция, еще не прибыв на российский рынок, уже продана. И вот там, кстати, нам опять не протолкнуться, потому что нам там уже, так сказать, не протолкнуться помогли наши европейские, так сказать, стратегические партнеры. И вот здесь констатация факта, которая, ну, так гениально была сказана, например, министром Молдовы, господин Филипп, о том, что отношения Молдовы и России находятся в замороженном состоянии. Ну, я не знаю, это намек на то, что Россия северная, там, так сказать, сосед, не знаю что. Но вот президент страны уже отреагировал. Он сказал, что в замороженном состоянии, наверное, находится состоящее отношение между Молдавским правительством или Демпартией и Россией. Потому что, фактически, смотрите, у нас за последний только лишь год был предпринят такой массовый десант со стороны Российской Федерации. Я имею в виду, к сюда приезжали журналисты, которых, так сказать, ну, в общем-то, активно не пускали. Сюда считается скандалом, когда они пустили сюда спецпредставителя президента Российской Федерации, я говорю о Рогозине. Но сюда приезжают и бизнесмены, проходят форумы. Недавно прошел очень сильный, ну, массовый такой туристический форум. Опять же, увеличилось количество предприятий, которые уже могут вывозить свою продукцию в Российскую Федерацию. То есть, о чем говорил Павел Филипп, непонятно. И это говорит премьер-министр, если он ставит какой-то диагноз, дает какую-то оценку, то все-таки это премьер-министр и с такими широчайшими полномочиями, что… Ну, что он самоубийца, хотите сказать, или просто это такое… Нет, мой вопрос, что… Вот представьте себе, не дай бог, давайте возьмем третью фигуру, что человек пошел к врачу. Врач ему говорит, у вас состояние и так себе. И потом молчит. Нет, а потом молчит. Я и так знаю, что так себе, я же поэтому сюда и пришел. Ну, премьер-министр говорит, заморожено. Хорошо. Почему? Кто? Что дальше? Кого ждем? Я с вами что-то должен делать? Так скажите, кому покричать, что сделать? Или если говоришь, что заморожено, то говоришь, что потому что вот это, а и надо делать вот это, и не надо, потому что это орган исполнительный. И будем делать вот это. Но вот такие, давать диагнозы, значит, что заморожено, ну хорошо, мы вообще-то все это называем совершенно иначе, еще более прямо. Но дальше что? Просто ни я, ни вы, ни другие, ни те, кто нас смотрит за это, не отвечают. Я это не замораживал. Пусть скажут, кто? Президента Дон заморозил? Я сомневаюсь. А кто? Вот дальше что? После всех этих сложных умозаключений, что у нас проблема на направлении с Российской Федерацией. Мы солидарны с нашими европейскими партнерами, которые тоже себя заморозили. Что они имеют с этой солидарностью, я не знаю. Мы заморожены на возможности наших фермеров, которые все закрывают по причине невозможности это экспортировать и берут соответствующие направления. Сейчас в Германии проходит строительство определенных объектов, значит, и молдавская речь там на каждом шагу. И я хочу сказать, что для немцев это очень большой шок, кого они там видят и в каком состоянии. И честно говоря, я тоже удивлен. То есть тот контингент, который там виден в таком масштабе, но все это временное явление. Потом эти стройки имеют тенденцию завершаться, как было в свое время в Испании, в Португалии, когда это все заканчивается. Но что по поводу создания рабочих мест в Молдавии? Вот я меньше всего жду от правительства оценок по внешней политике. Вот вы не поверите, но совершенно неинтересно ваше мнение. Во-первых, никто из вас в этом ничего не понимает и не надо притворяться. Вот когда они с умным видом, значит, делают какие-то заявления внешнеполитические по поводу Кореи, Каталонии и так далее. Ребята, вы выглядите глупо, потому что вы ничего в этом не знаете, не разбираетесь, не анализируете и это все понимают. Вы рассказываете нам, сколько рабочих мест, сколько километров дороги, сколько мы должны и кому и почему, куда будут потрачены новые налоги, которые появляются каждый раз. О, вот это очень интересно, только подробно и детально, и без бумажки. Вот тогда да. А опять в очередной раз, значит, комментировать полеты ракет над Северной Кореей, это недопустимо, но это куром на смех, я понимаю. И очень мне жаль, что эти события, о которых вы начали говорить, в том числе заморозка отношений экономически-политических между ЕС и Россией, в самом деле, пусть из-под полы, пусть там через схема, но продолжается торговля. Есть это дело с Россией. Северный поток-2, ведь строят. Я говорю о европейцах, да. А какова наша роль во всей этой схеме, я боюсь ее назвать, а то это будет нецензурно. И здесь, наверное, я упомянул Северный поток, ведь смотрите, идет в обход Украины, то есть если уже Украина перестала быть надежным транзитером российского газа, то, соответственно, ищется другой выход в этой ситуации, чтобы не находиться в положении государства, на которого давят. Это, кстати, серьезный вопрос. В публичном пространстве слышно, что с конца 2018 года Россия приостановит транзит газа через Украину. Это затронет напрямую и нас. Мы откуда его будем брать? Из Румынии? Я очень хочу. Давайте. У вас его там очень много, но только он наполовину тоже российский. Так давайте, что вы там строите. Давайте мы обсудим и эту тему тоже. Если там к тому времени, я искренне надеюсь, что начнет разрешаться как-то вопрос с Украиной по его драматическому состоянию, что там, хоть как-то, я искренне надеюсь, и найдут решение этой проблемы. А если не найдут? Мы можем остаться, в общем-то, без газа, потому что, мне кажется, наши соседи сами нуждаются в объемах того же российского газа, с которым надо будет уголь уже из США, уже, так сказать, они вопросы решили. Все, там прогресс идет совершенно очевидный. Но шутки шутками, а почему-то все так уверены, что нас это не коснется. Ну, хоть хорошо, вы говорите про альтернативную сторону Румынии. Дело в том, что вы говорите об этом очень много лет. Я хочу напомнить, что еще Лянка делал плаценды из яблок и открывал какие-то ленточки какого-то газодукта. Где те плаценды, где тот газодукт? И где тот Лянка? Да, вопрос. Ну, вот знаете, недавно прочитал такую мысль. Мы говорим об инновациях, особенно сейчас развивается, очень модно говорить, даже ездить на электрических автомобилях, которые экологически чистые, не влияют на окружающую среду. Тем не менее, сегодня единственный способ, самый главный способ производства электроэнергии, это посредством электростанций, которые заправляют углем, банальным углем. То есть, опять же, все-таки есть базовый элемент, даже в тех инновациях, не солнечная энергия и дальше электромобиль, а банально шахты, карьеры, уголь, тяжелый шахтерский черный труд, затем уже дальше все это идет к автомобилю Тесла. Я к чему говорю? Всегда есть базовый элемент, не надо о нем забывать. В данном случае у нас в нашем развитии уголь, это были взаимоотношения с Российской Федерацией. Они давали возможность подпитывать и сохранять экономику, хотя бы на том уровне, на котором происходил тот или иной период стабильности. Но так все любят рубить сук, на котором сидят, а потом в общем-то громко говорить, вот я молодец. И получается то, что выходит. В том контексте, о котором вы говорите, не надо забывать, что конфликт в Сирии и надвигающийся конфликт в Иране, это далеко не вопрос о прав человека. Мотивами этих конфликтов является энергия, которая сейчас в мире происходит и в перспективе, происходит огромный передел этого рынка и ограничение, потому что Иран один из стратегических партнеров Китая в энергетике. И если будут проблемы у Ирана, это автоматически коснется стратегических интересов Китая. То есть там такой клубок, что иногда пытаются ему придать якобы какие-то религиозные флаги. Все это чепуха. И про права человека молчу. На самом деле это все, как всегда, о деньгах, о серьезных финансовых интересах. И опять же про поставки оружия я молчу, потому что, как вы можете заметить, только Саудовская Аравия на 3 миллиарда у США, на 3 миллиарда у России, только ракет средней дальности. Не спросив при этом. Но этим же занимается Турция сейчас. То же самое. Они закупают у России такие же установки. Еще раз, не чтобы подчеркивать, что я много знаю о военном деле, но эти ракеты, я специально сказал, 400 километров средняя дальность. Это, я извиняюсь, не от соседей обороняться, чтобы тут в районе кто-то там не прилетел и тогда 400, это очень далеко. И это как оборонительный может носить характер. Естественно, там закупаются и оружие наступательного характера, которое, может быть, не везде сейчас слышно у кого и как. Но, естественно, это тоже происходит. Вы себе представляете какие-то деньги? И давайте себе представим, если только Саудовская Аравия закупается примерно 10 миллиардов, а что Иран объективный партнер, который рядом, у которого, кстати, очень сильная разведка, военная в частности. Они там сидят и спят, они не понимают. А Китай в это время что? Отдыхает? То есть это все очень большие деньги. И энергетика на самом деле. И вы затронули, опять же, частично сегодня. Мы с нашими украинскими соседями, мы тут даже не пешки. У нас даже нет на этой шахматной доске. Но то, что этот газодукт, он нам с вами не даст возможности, если прекратится газ, просто греться. А если это прекратится поставка в Евросоюз, или этот газ пойдет через юг, через Турцию, через дно, или по северу. Белорусы что сейчас делают? Всем обеспечены. Вот сейчас белорусам нужно строить атомную станцию в 50 километрах Альтвы. Атомная станция. То есть они понимают, что энергетика это делает? А Литва, значит, протестует с утра до вечера под разными предлогами. Потому что понимают, что они уже экспортировать ничего не будут и останутся там со своим электричеством, которое никому там дальше не нужно. Это опять другой клубок. Я Балтик вообще не хочу трогать. Вот такой вопрос. Смотрите, мы всегда были уверены, что мы граждане Молдовы. Очень уютной, небольшой страны, которая разместилась географически в подбрюшье Европы, между дружественными к нам странами. Это Румыния и Украина. Не будем говорить о риторике отдельных политиков. Тем не менее, народы дружат. И у нас есть родственные связи. У нас практически нет семьи, которые не связаны с обеими странами одновременно. И тем не менее, насколько все-таки все, что происходит сегодня в мире, о том, что мы обозначили флажками вот такие вот вопросы, близки к нам. Вот нам, живущим в такой достаточно уютной, сегодня даже крайне бедной, конечно, но все-таки в собственной стране. Вы задали интересный вопрос. Он связан с началом нашей передачи. Дело в том, что каким-то странным макаром и власти в Украине, и в Румынии, и в Молдавии в том числе за последние семь-восемь лет, они все меньше и меньше связаны мандатом народа. И чтобы мы точно говорили, что вот этот депутат или вот эта группа депутатов, она представляет вот эту группу. Кто в сегодняшнем Молдавском парламенте представляет вот на вскидку реально вот интересы к Гагаузии? Например, ну надо сидеть, вспоминать, думать, может быть, но представляют ли они вот реально вот Гагаузий говорит, это наш депутат, он защищает нас, знаем его. Вот мы должны с вами, как люди, которые постоянно этим интересуются, а для большинства вряд ли это будет. Что по определенным регионам, по определенным группам лиц, по профессиональным, кто представляет бизнесменов, кто чаще всего лоббирует там интересы, в хорошем смысле слова. То есть я сейчас критикую деятельность, потому что парламент в том виде, в котором я его уже вижу много лет, ну я со смехом, никто их, наверное, серьезнее воспринимает, кроме самих себя, им кажется, что мы их там обожаем и любим, но это не то место, например, которому я хоть как-то доверяю. Для меня парламент по уровню доверия равно конституционному суду, равно нулю, вот полный ноль. Я абсолютно не верю ничему, что там делается. И почему ваш вопрос интересен? Потому что если бы люди опирались в Украине, в Молдавии, в Румынии, вообще в регионе, политики, прислушивались хотя бы, частично. Вот мы там свои интересы проводим, но вот поступательно решаем определенные интересы, касающиеся большинства населения. Вот это точно, этот вопрос никто не ответит. И все, кто нас сейчас слушает, смотрит. Какой вопрос за последние 7-8 лет, проблема общая, наша. Сельхознаправление, индустрия, создание рабочих мест, школы, дороги, развитие экономики. Какой из этих вопросов был решен? Неважно как, хоть спали они там ночами, хоть брали взятки, хоть помочь, но вот взяли и решили. Да ни одного. Ну скажите, если я вру, я согласен тут же принести извинения. Но их нет, просто ни одного. Они там болтаются свои. Вот это микроуровень, но который проецируется на макроуровень. То, что большие игроки, о котором мы сегодня с вами говорили, Китай, США, Россия, ну не будем сейчас арабский регион трогать, они все играют в большие игрища. Там у них на миллиарды и оружие, и эти пятки. И эти страны, к сожалению, они просто используют в очень неприглядном виде политиков из этих стран, которые там высказываются не по поводу того субсидий сельхозпродукции. А что мы думаем по поводу референдума в Каталонии? Как будто, это во-первых, кого они выражают мнение, кого они спросили там. Сидят, я вам точно говорю, сколько людей в МИДе, в МИДе, понимающим хоть что-то. Ноль целых и один десятый. Прочитали в какой-нибудь газете, сделали копипейс. Это печально, потому что, знаете, как власть однозначно себя позиционирует как клуб профессионалов, отвечающих интересам государства. Но сегодня, как вы правильно сказали, где государство и где-то власть. Хотя надо признать, что в Испании у нас очень достойный посол с недавнего времени. Это так. Я делаю корректировку, но это очень исключительный такой случай. Там на самом деле хороший профессионал. Но все равно не думаю, что она автор таких затеян. Мы говорим о большей политике на другом уровне, что хочется от власти все-таки решения внутренних проблем. Кстати, сильные страны никогда не торопятся. Тоже почерк сильной страны. И всегда интересуют собственные интересы, как люди прореагируют, как у них дома с достатком, как сделать меньший разрыв между богатыми и бедными. А когда у тебя куча нерешенных проблем, а тебя интересует Северная Корея, то это выглядит как абсурд. И в это время мы говорим о том, давайте впишем в Конституцию. Да, ну впишите в Конституцию. Да что хотите, можно писать. Давайте впишем в Конституцию, что мы стремимся к тому, что все были богаты. Ну и что? Богатыми не станем. Нет, ну давайте впишем в Конституцию. Я согласен, чтобы у нас в Конституции было. Давайте пишем, что мы станем членами Евросоюза. Ну знаете, когда говорят, если что-то указываешь, отвергаешь, либо еще предлагаешь, то надо сразу показать, как это будет осуществляться. Но тем не менее, мы сегодня такие дорожные карты работы правительства не наблюдаем. И что печально, Молдова на пороге перемен. Вот каких перемен? Пока мы, в общем-то, еще в стадии ожидания. Я искренне надеюсь, что следующие выборы люди воспримут серьезно. Вот уже такой опыт у всех, что я надеюсь, что люди подойдут к избранию и к тем, кому они будут голоса отдавать, понимая, что следующие четыре года эти люди опять будут им каждому отдельно писать правила. И то, что было до сих пор, если им нравится и так далее, они могут, они вправе опять выбрать тех же людей и так далее. Нет, пусть смотрят вокруг, какая есть возможность, но я просто призываю к ответственному выбору. Если это будет продолжаться, как в предыдущие года, что потом никто не признается, кто за кого голосовал. А сейчас последний момент, я не знаю, сколько у нас времени. Уже слышу по поводу Киртуака, что есть товарищи, которые призывают не поддерживать. Но это вообще ни в какие рамки. Ну, в данном случае, вот такие призывы с бойкотом я расцениваю как роспись соучастия всех преступлений, которые совершены в городе. И это даже хорошо. Пусть бойкотируют, люди должны знать свои герои. Спасибо вам за сегодняшнюю беседу. Я понимаю, что, может быть, не так много конкретных ответов прозвучало сегодня, но я надеюсь, что мы заставили задуматься тех, кто, в общем-то, должен сделать выбор на грядущих парламентских выборах. И давайте готовиться к этому шагу, переосмысливать свою жизнь и сделать выбор правильным. Спасибо. Всего доброго. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был директор Института общественной безопасности Валерия Столеп. Оставайтесь с нами, будет интересно. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова